13-я по счёту ярмарка мёда развернулась на площади перед Бум-Сити. Я думаю, что это мероприятие очень актуально для жителей Бежского района, которые, скажем так, не очень избалованы подобными мероприятиями, как жители Советского и других районов. И то, что мы сегодня видим, наплыв людей, которые приобретают продукцию мёда и продукцию медового пчеловодства, а также участвуют активно в культурной программе данного мероприятия, является подтверждением того. Медовую дегустацию организаторы сдобрили песнями от народных до современных «Услада для души». Цветочный, липовый, гречишный. Даже в пасмурную погоду мёд играет яркими переливами. Мы купили в сотах мёд, очень вкусный. Вот из Рогнединского района. Нет ещё, только недавно пришли. Собираете купить? Да, обязательно. Даже тот, кто пришёл на ярмарку, не определившись, попробовав, уходил с покупкой. И неудивительно, ведь такого разнообразия сортов мёда не встретишь больше нигде. В основном луковой, гречка у нас, донник, кипрей. А это белый мёд – особенный продукт пчеловодства. По полезным качествам очень мёд лечебный, очень для желудка, для желчного пузыря, для печени. Очень очищает организм. И совсем непривычный для нашего края – лесной. Добыть его непросто, тем более, что два раза подряд в одном и том же месте пасеку ставить нельзя. Да и лесные пчёлы, их ещё называют среднерусскими, кусают больнее. Если непогода, если что-то не сложилось, эта пчела к среднерусскому не даёт подойти. То есть она сильно жалит, и много времени тратишь. Говорят, это, конечно, полезно, но в меру. Проверить качество мёда можно прямо на месте. Совершенно бесплатно выездная лаборатория осмотрела, хорошо ли хранился мёд, нет ли в нём сахара или крахмала. Сегодня было исследовано 60 партий мёда на доброкачественность. Значит, мёд натуральный должен соответствовать нормам технического регламента безопасности пищевой продукции. Весь мёд, который здесь реализуют, доброкачественный. Кстати, происхождение слова «пасека» тоже весьма любопытно. «Пасека» – это слово древнерусское от слова «засекать». Медведи, которые очень любят мёд, они часто разоряли пасеки. Сейчас у нас улья, которые мы там перевозим и так далее, забора, раньше этого не было. Поэтому пчеловод, чтобы от этого хищника лесного защитить свою пасеку, он закапывал колья крест-накрест и засекал их, понимаете, острыми концами. И медведь, он через них не мог перелезть, перевалиться. Вот этому мишке полакомиться мёдом тоже вряд ли удастся. Екатерина Пормон, Анатолий Чикрыгин, События Брянск.